Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В областном правительстве опровергли информацию о ликвидации завода «Веста». Предприятие является подразделением китайского концерна «Хайер». В СМИ появилась информация, что концерн планирует ликвидировать российское юрлицо, принадлежащего ему бренда «Канди», который и владеет заводом «Веста» в Кирове. Гендиректор завода Винченц Рокко назвал сообщение о закрытии и банкротстве информационной атакой на предприятие. Цитирую. В настоящее время осуществляется только реорганизация офиса продаж «Канди СНГ» в Москве, что и было причиной остановки производства на заводе «Веста» в сентябре. Никаких сокращений штата сотрудников и ликвидации завода не планируется, сообщил Рокко. Заместитель председателя правительства Кировской области Михаил Сандалов подтвердил, что «Веста» продолжает работу. Он напомнил, что весной компания провела масштабную модернизацию и нацелена на изготовление востребованных на рынке стиральных машин. По уровню зарплат Киров занимает 67 место из 100. Рейтинг подготовили эксперты РИА Новости на основе данных Росстата и муниципальной статистики за первое полугодие этого года. А в этот период в Кирове средняя зарплата составляла 49,5 тысяч рублей. На эти деньги можно было купить 2,5 фиксированных потребительских набора. За год зарплата Кировчан изменилась на 20%. Первое место в рейтинге занимает Новый Уренгой. Среднемесячная зарплата в первом полугодии составляла там 140 тысяч рублей. На нее можно было купить 6 фиксированных потребительских наборов. На последних строчках Элиста и Нальчик в этих городах заработки меньше в 3,8 раза. Покупательная способность в 3. В эфире экономика. Больше половины соцконтрактов в Кировской области заключаются с женщинами. Регион является одним из лидеров по заключению соцконтрактов на открытие своего дела, сообщили в областном правительстве. В 2021 году по этому направлению заключено 47% соцконтрактов. В этом году доля соцконтрактов на открытие бизнеса составит более 70%. Власти отмечают, что в данный момент Минсоцразвития разрабатывает региональный план стратегии действий в интересах женщин. Стратегия будет рассчитана до 2030 года. Одно из приоритетных направлений повышения экономической независимости женщин, их политической и социальной активности. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.